Чудо Рыжку брали. Это врач понимает, а мы же не понимаем. Отрезали. Отрезали прямо. Отрезали. Кусок легкий. С одной стороны, потом поэтапно с другой стороны. Естественно, убралась какая-то часть бронхов. Ну, в общем, лечилась я, лечилась. И что? Чуть-чуть я подлечилась. Спустя после рождения ребенка я снова заболела. Туберкулез ослаб и ты родила? Да, я родила. После этого снова болезнь вернулась. Но вернулась уже с такой скоростью. За полгода у меня образовалась дырка. Дырка влёг. Открытая форма туберкулеза. Да, я лечилась. Это самое острое. Да, естественно, отдала ребенка бабушке. Ну, вы понимаете, самое страшное отдать свою кровиночку. Ну, в общем, лечилась я, лечилась. В итоге никакого результата не было. Я решилась на третью операцию. В Днепропетровске мне удалили пять ребер. В смысле? Прямо. Убрали пять ребер. А сколько их всего? Двенадцать? И пять. Верхние, да. И пять. Да, дабы эту дырку прижать. Потому что другого... Чем дырку? То ребра не прижать. Да, да. Теми, которые остались, получается, получается полость. Они убрали ребра. И те кусочки, которые остались вот здесь и вот здесь, они их сжали. Тем самым, получилась дырка с плюсом у нас. Да, помогли. Ну, штучно как бы. Дальше вливая все шесть антибиотиков в день. В общем... Мотору что? Мотору что ты рассказываешь? Пять ребер убрали? Да. Операция... Следующая операция? Нет. После... Семи часов после операции я попала в кому. Десятидневную. В этих десяти днях три раза останавливалось сердце. Естественно, ну, слава Богу, Бог мне не дал покинуть моего ребенка этот мир. И все... Я проснулась, в общем... Начала ходить, учиться, кушать, сидеть, стоять, ну все... То есть это тебя как-то повлияло, что тебе было сложно? Конечно, да. Да, да. Я... Все было штучно, шланочки, желудочки, откуда-то можно. Ну, в общем, вытянули. Вытянули... Кого вытянули? Меня. Вытянули меня, и врачи свое вложили, и... Ну, на Бога я, конечно, как-то еще тогда не уповала, и... Ну, даже я и не молилась, можно сказать. А где твой сейчас, слава Нашек? Сейчас нигде нет. 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 Я приехала домой, все начало вроде бы стабилизироваться. Ну, беда не ходит одна, из семьи уходит муж. Да, в общем, больная жена... Ну, в общем, в итоге нервный срыв, и все заново. И вот так вот на протяжении трех лет я беспрерывно лечилась. Последнее обострение было, конечно, ужасным. Я уже почти не ходила. Мне соседи приходили и кушать варили, и убирали. Ну, с горем пополам я доползла до больницы. Меня положили. Я добилась от государства самых дорогих препаратов. Мне обеспечили все. Я, ну-ка сказать, я достала во все инстанции, которые можно. Но, к сожалению, результата не давала. Не давала. И вот в больнице приходили ребята проповедовать каждую субботу. И вот когда заходили они в палату и молились, я постоянно плакала. Я постоянно плакала, не переставая. То есть вы проходили, да? Да, да. Вы проходили и видели ее, видели, знали историю и все же молились, да? Да, да. И, в общем, вот Артем очень так меня опек тебе, надо ходить в церковь. Пошли. В общем так, знаете, взял, не отходя от меня. Ну, честно сказать, первый раз пришла я в церковь так, потому что пообещала, неудобно уже было текать, так знаете, отговариваться. Ну, пришла я, мне очень понравилось. Я тяжело, я кашляла, очень кашляла, конечно. А что тебе понравилось? Мне все, мне понравилось, знаете, я такая, ну, молодежная, мне нравится, что тут поют. Не так, как, знаете, приходишь в церковь, ну, стоишь, мучаешь, ну, плачешь, ну, про себя помолился. Ну, тут как-то, как для молодежи, это, ну, очень, очень, конечно. Ну, а тебя еще трогала, независимо от болезни, которая нависала, да? Ну, да, я уже, вы знаете, я, наверное, приходила, я уже видела, не было, да, не было, у меня даже не было права умереть. Хотелось жить, а хотелось умереть тебе? Ну, вы знаете, я уже отчаялась, я уже там и, ну, я думала, что это все, я умру. Ну, я не хотела, вы знаете, у меня ребенок есть, за который мне давал такой, да, ну, я, ну, как это, какая любая мать, хорошая мать оставит любящая своего ребенка. Ну, и, в общем, я пошла в церковь, ну, да все бы ничего, вроде бы все уже началось, с таким зарядом приехала. Ну, и, в общем, здесь у меня врач, узнав, что я была в церкви, сказал, ты что, ты посмотри на себя, ты слабая, или ты лечишься, или ты ходишь в церковь, другого не дано. Ну, и так меня выгнали из больницы. Со словами, я выходила, я буду ходить в церковь, я собрала вещи, ну, было обидно, ну, пошла домой. Ну, а геройски победила. Да, и с того момента я начала ходить в церковь, ну, амбулаторно я продолжаю ходить в больницу, как бы, потому что, все же понимаете, там очень много нюансов. Ну, что я вам хочу сказать, самое главное. И Бог, когда ты, вот, жертву ты положила себе. Да, было очень, было. Вот как-то, тебе тяжело. Да. Но ты шла. Да. Тебя влекло. Да, да, я хочу сказать, что, ну, вот, я вам принесла доказательства, скажу. Ага, мы в целом то верим тебе. Да. Ну, интересно посмотреть. В общем, в третьем месяце я делала снимок. Ну, здесь вам, может, человек, который не понимает, не поймет. Я не понимаю. В общем, очаговая, очаговая, справа очаговая тень с распадом. То есть, это пятно с последующим распадом начало уже заново образоваться дырка. Где это пятно? Ой. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, видите, вот такое вот светленькое. То, то уже очаг, который уже может случиться дырка. Да, это уже маленькая началась дырочка. Ага. То есть, процесс, естественно, вливая все препараты, которые дорогие, ну, не останавливала. Ага. Это в третьем месяце. В тот момент, когда меня выгнали с больницы. И с терками. Вот я сделала снимок, последний мой снимок, восьмого месяца, то есть этого месяца. Я читаю официальное заключение рентгенолога. Очаговые тени не определяются. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вы знаете, я, например, пользуясь случаем, я, наверное, хочу даже обратиться больше к Господу и сказать, наверное, я понимаю, можно говорить тысячу слов благодарности, там, свидетельствовать, но я, наверное, хочу сказать ему даже самое главное, самое простое слово. Спасибо за то, что ты у меня есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Он жив, он есть, он грядет. Каждый из нашей жизни. Знаете, мне нравится место Писания, которое написано в Иоанна, вторая глава. И там, когда Галилейская притворила Бог с воды вино, значит, и дальше сказано, так положил Иисус начало чудеса. Знай, что для жизни нашей нужно много Бога и много чудес. Знай, что в твоей жизни это начало чудеса. АПЛОДИСМЕНТЫ Восторителю щелень. Спасибо тебе, что ты жива. Спасибо Богу за ваше служение. За все. Аллилуйя, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...